Изделия из ткани, дерева, металла, меха и бумаги. На фестивале рукоделия каждый мастер готов рассказать историю своего любимого увлечения. Ангелина Болотова уже пять лет создает необычные и практичные вещи из плетеной бумажной лозы. Для этого использует старую бумагу, газеты и журналы. Дело это трудоемкое, говорит мастер, ведь компоненты будущего изделия нужно свернуть, сплести и несколько раз проклеить. У заплетения обычно от корзинки все идет. Я вообще все изделия старалась делать, чтобы была корзинка и как-то ее обыграть. Подумала, что очень интересно будет обыгрывать с животными, с животными, птицами. Бумага и красится. И, конечно, по цвету я тоже подбираю. Вот, допустим, журнальные вообще подбираю, чтобы цвет подходил. В особом почете на ярмарке изделий из кожи. Жанну Виноградову, которая их делает, даже признали одним из лучших мастеров фестиваля. Я не разрабатываю каких-то эскизов предварительных. Я просто могу смотреть на кожу, какие-то разные кусочки положу, и уже у меня в голове вырисовывается какое-то изделие. Здесь я подготовила много изделий для женщин, потому что 8 марта, все понятно, многие мужчины выбирают подарки. Перед собой поставь. Вот так. Вот так. И начинаешь. От ствола. От ствола. Нарисовать картину на спиле дерева и сделать авторскую свечу. Необычные техники рукоделия каждый желающий может освоить на мастер-классе. Людмила любит заниматься творчеством, и сегодня решила сделать подарки для родных сама. Какую технику выполнить? Декупаж. Главное, сложно выбрать композицию правильную, чтобы не было так сказать. Вот я для внуков сделала. Фестиваль творчества «Реки руки» проходит уже в четвертый раз. Его главная задача – объединить творческих людей города и области на одной площадке. Ведь изделия многих авторов не найти на прилавках магазинов. В этом году на фестивале собралось почти 100 участников. В прошлом году мы очень звали-звали-звали народ. В этом году мы уже разводим их по разным углам. То есть дай бог, чтобы только поместились. То есть фестиваль стал гораздо больше. Новых много мастеров. Там и с мылом, и с какими-то шоколадными штуками были. Есть направления, которых нет. Пока не нашла мастеров этих направлений. Заявить хотела бы даже громко, что, например, лэмфорк – это изделие из стекла – нет у нас во Владимире мастера. Может быть, кто-нибудь возьмется. Для начинающих мастеров в рамках фестиваля провели конкурс детского творчества «Супер самоделки». В нем участвовали ученики школы, воспитанники детских садов города. Победителем стала 10-летняя Мария Маркелова. Она постоянный участник творческих конкурсов. Работу «Птичий рай» создавали вместе с папой. Мы делали ее целый год по частям. Сначала сделали скворечники. Скворечники сделали из коробок из-под сока. Сначала мы обклеивали их салфетками. Потом вырезали окошечко для птиц, чтобы они могли сюда прилетать. Было очень интересно и увлекательно ее делать. Свой творческий конкурс проходил и среди взрослых мастеров. На нем определили лучший сувенир фестиваля с Владимирской тематикой. Первое место заняла брошь мастера Юлии Пановой, выполненная в технике «Декупаж». Старинная фотография в соборной площади. Здесь дворянское собрание, городская дума и часовня была здесь. И мне вообще нравятся старые виды Владимира. Вот фотографии есть, много их. И вот с этими фотографиями у меня такие броши. Организаторы уверены, что в следующем году участников соберется еще больше. Ведь многие гости фестиваля начинают дружить с мастерами, подхватывают интересные идеи и тоже включаются в творческий процесс. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.